Чтобы арктический туризм сделать возможным, необходимо чаще рассказывать об интересных местах и маршрутах, куда люди смогли бы отправиться. И сделать это могут, естественно, средства массовой информации, потому в рамках проведения форума состоялось выездное заседание Малого форума с МИС Северо-Запада. Журналисты обсуждали варианты продвижения проектов арктического туризма. Представители средств массовой информации Северо-Запада собрались за круглым столом, чтобы обсудить детали создания общего информационного пространства русской Арктики. И у нас есть все основания говорить о том, что Арктика должна стать на первое место, стать локомотивом, как я уже говорила, развития экономики всей страны. Огромную роль продвижения как малых продуктов туристических, так и больших серьезных идей и вещей, конечно же, принадлежит средствам массовой информации. Но нету какого-то одного большого портала, где можно было бы найти всю информацию по Арктике. Такой портал позволит предугадывать ответы на вопросы, которые появляются у недавно созданной Государственной комиссии по развитию Арктики, сформировать информационное поле для освоения высоких широт. Говорили о том, что СМИ – это огромный источник, который поможет развитию внутреннего туризма. Мы не зациклимся только на арктическом туризме. Речь идет в целом о нетрадиционных формах хозяйственных. Арктика богата не только нефтью и газом, людьми, историей, культурой, если хотите. А ведь это вы фактически, ну, об этом мало знаете. Большая земля. С темой «Региональный информационный продукт как важный аспект продвижения арктического туризма» выступил генеральный директор, главный редактор газеты «Невское время» Михаил Иванов. Он озвучил телевизионные проекты, которые помогут привлечь внимание к округу. «Реалити-шоу, опять же, я вот записал, у нас любят выживать наши знаменитости на тропических островах. А почему не попробовать выжить именно на, так сказать, на арктическом острове? Пожалуйста, вот оставите их там на месяц где-нибудь на этом байгаче». В конце форума состоялась открытая дискуссия и принятие итоговой резолюции форума.